а здарова всем сегодня я не буду сам перед вами представляться а просто буду показывать разбор этой модели вообще я хотел сделать прямо супер-пупер крутую улучшенную версию за трасс когда мы об этом очень писал полгода назад ну время пришло да вот и внезапно я тут организовываю новый триальчик ссылочек на него я не знаю он был пройдет уже не пройдет уже к выпущу это видео наверно еще нет вот мы на нвз поучаствовать не успеете она все подробности моей группе вконтакте в телеграме там все ссылки ставится не есть вот а смысл был в чем модели во первых за трасс это супер крутой набор он миза невероятно вдохновляющий он ну реально это один пока из лучших наборов последнее время который выходил в принципе все наборы по mercedes которые выходили они все очень крутые рекомендую вам все и хотя бы если у вас нет инструкции почитать вот у за трасса была проблема у него была крутая функция это типа блокировка заднего дифференциала и межосевого но передний остался свободен я немножко негодовал по этому поводу это сложно сделать действительно но можно поэтому я в этой модели это сделал второй момент почему он ну достаточно медленность да это краулер но он очень медленный ему очень не хватает повышенной передачи там где нам не нужны это экстраординарные дорожные способности поэтому максимально логичная идея было сделать одновременно и блокировку всех тех дифференциалов и включение пониженной передачи какие и при этом сохранение вот этого внешнего вида потому что выглядит набор реально очень клево считаю до сих пор он очень крутой сразу остановимся на таких моментах у меня версия старая где капот открывается новой версии добавили такие штучки я их как бы тоже интегрировал они реально очень хорошо помогают капот не открывается второй момент открывали все время двери добавили там ой доводчики все теперь четко а и последний момент который мне не нравился то что у нас как бы есть капот открывающийся но под ним нет двигателя под есть под детали с наклейками я добавил рядом что цилиндровый двигатель он есть ну и чуть-чуть увеличил артикуляцию подвески зад я сделал помягче он из этого лучше работает на этом чем приседает перед я слишком сузил положение нового театров из-за этого ходы моста в сторону стали чуть побольше я хотел бы сделать для этого набор инструкцию какую-то возможно типа или бесплатную там за какие-то там смешные копейки вот но на соревнованиях которые проводил я столкнулся небольшой проблемой когда это вот супер-пупер система моя она заклинила и она перестала работать и тот же момент там один чувак собрал просто фантастически клёвые багги а ссылку на пост инструкции на него она бесплатная абсолютно и оставлю в описании черпайте идеи мега круто потому что та коробка которая сделала чувак она очень компактная у нее очень большое передаточное отношение то есть от пониженных повышено что хотел сделать здесь но немножко не получилось но из-за некоторых проблем вот поэтому сейчас мы просто наверно будем разбирать модель и я вам буду какие-то моменты показывать таки сразу на можем не знаю отцепиться мосты нет мне давайте мосты на мы оставим напоследок а сейчас я сниму наверное всю вот эту вот наружку и покажу вам поближе что там внутри и так я снял все детали лишние ну то есть это вот весь дизайн скажем так и перед нами находится шасси что еще хочет отметить очень крутого в оригинальной модели это рама из панелей гениальнейшая идея она в принципе была еще porsche а который вот такой вот будет картинки здесь вот эта рама она как бы легкая она очень прочная она жестко накручение то есть она реалистично скажем так ну осталось конструктору обзавестись еще и дизайн который будет легкий модель базировалась на четырех моторах также как оригинал я или еще их захотел в какой-то момент сделать так чтобы если с оригинал вы добавляете детали ну точно большое количество но вы можете собрать этот мод но опять таки из этой заклинившей коробки и в принципе некоторые не идеальной оптимизации всего процесса и от этой идеи потом отказался поэтому просто показываю вам возможно какие-то идеи тоже сможете себе подчеркнуть итак двигатель а двигатель приводится от коробки передач сейчас мы вот ее минус еще меня получился такой что к первому мосту тут аж 4 карданных вала в разных направлениях было но кстати это работало нормально итак двигатель под капотом проблема капот на самом деле очень низкий относительно высоты и толщины моста двигатель пришлось сделать толщиной то есть ну вот поршень плюс корпус как бы двигатель и плюс шатунный механизм до шатунный вал слова из головы увидела что сделать очень тонким там вот находится внутри пины сколько положено рядная шестерка они вам по очереди скачут как бы работает нормально а опять кому требуется для идеи какая система система простая но система рабочая я кстати такой же двигатель по моему делал как давно в модели своей урал она очень старая там четки по того же будем там пришлось еще от под вал сделать еще более но простым он там типа систем детали просто под разными углами стоят и поэтому нас поршни двигаются кто-то потом там груз что вот гениальная идея тут собрал я собрал его еще очень давно вот остался радиатор вот с этим двигателем пришлось помучиться очень сильно вот опять-таки вот раму из этих панелей я сохранил давайте мы сейчас отцепим устройство передней подвески она на самом деле такой же как у оригинала просто но мост передний он очень сильно другой вообще абсолютно другой мотор на нем больше не расположен но он также базируется на трех тягах эта система еще была актрисе а арокси арокси вот две тяги здесь и одна тяга сверху а нужных размещать вот на самом деле примерно так же как в наборе а то есть смешая туда наступ они все одну сторону смотрели на час может будет крутиться так он пожалуйста он точно крепко сидит амортизаторы ну они тут не нужны чтоб как от прыжков в машину как-то защищать или типа того они нужны чтоб просто мост наклонялся видите он клоняется ну тут небольшой угол хотя у оригинального набора мотиваторы еще сильнее разнесены то есть угол наклона переднего моста еще меньше давайте там собственно передний мост сейчас и вытащим потому что с него я модель и начал собирать смысл в чем было нужно было днем сделать и блокировку и поворот колес на самом деле классно очень просто я хотел сделать еще и у клиренс и по ниже но это потом будущих моделях будет вот я это сделал просто без блокировки блокировка на все-таки ей нужно очень много места из этого вот большого 1 большой и 28 зубы шестерни тут у нас передней тяги также сделано видите крепление чтобы они не выскочили то есть если прям всем дернуть нет но если модель просто она от едет они упираются в верхний пин и не выскакивают но понятно что так как бы может что-то сломать второй момент рулевая рейка поскольку мотор мы не размещаем на кардан будет большая нагрузка значит нужно ее снизить поэтому здесь стоит такой вот редуктор то есть нас идет обычная ларт на рулевая рейка от нее идет понижение 16 20 и 20 16 то есть здесь у нас кардан идет и нагрузка на него точно маленькая и когда у нас мост смещается как бы этот вал он крутит рулевую рейку за это у нас просто поворачиваются это кто у кого был 90 98 тот наверняка на этот момент если наклоняем модель колеса поворачиваются чтобы этого сбежать опять-таки есть нужен повышающий редуктор люфты он на самом деле особо некий не добавляет то есть я думаю даже наоборот из-за того что карданах люфты большие а здесь у нас повышение они для этого редуктора минимализируются ну или по крайней мере они не становятся больше вот но второй момент привод это понятно вот он привод сделана тут система то есть 20 12 и она крутит 28 зубы шестеренку и самое самое сложное что у меня было это блокировка дифференциала я сделал так же как в региональной модели то есть тут оранжевый переключатель он блокирует дифференциал возможно надо было использовать старые было бы наверное удобнее может даже получится по-другому смысл в чем нам нужно повернуть эту деталь ровно на 90 градусов для этого есть ответь есть зеленый ограничителю то есть этот вал кручу зеленый ограничитель управиться сюда или сюда то есть нас это вал заблокирован разблокирован тут простая угловая передача то есть вот он 12 зубы шестеренка плоская на эту синие 20 зубы она уже крутит 12 зубы черненьку там внутри она уже крутит эту штуку в оригинальной модели там код очень большой редуктор был только заднем мосту вообще сам мост вот это передний то есть понимаете тут гораздо больше механизмов задней он попроще тем не менее он совершенно город большой и вот это вот на самом деле штука самая большая проблема потому что а коробку то переключать то что если от этой штукой будем и что прикрыть коробку с повышенную пониженную передачу нам нужно поворачивать ее уже не на 90 градусов на 180 градусов то есть я вот эту коробку который внутри разрабатывал именно так чтобы она при против на 180 градусов кучала понижена это была моя ошибка короче не делать вот лучше было поставить просто от нее понижающий редуктор в два раза сделать это на самом деле очень просто нужно поставить шестеренку 12-24 ровно в два раза будет понижение ну или же здесь идет кудыку редуктор но как это сделать я вы думаете не хочу мне не интересно на самом деле это вот давайте разберем мост в глубину я полагаю что наверно весь развалится как только его разберу на мостом я очень долго надумал а еще к с такой момент я как сделать это те рулевые тяги подлиннее у меня получился здесь сделать уголы кермана только неправильно вот то есть есть закрепил видите плоский реформ и на него нацепил уже тягу принципе на самом деле крепко она не расцепится просто так при движении при движении все было нормально по квартире это ездил хорошо как только пошли из проверка боем пошла то коробка заклинила коробки мы пойдем чуть позже в данной конструкции мне кстати очень пригодились новые эти вот балки которых от отверстия в разные стороны бисквиты тоже здесь часто применяются они позволяют эту конструкцию сделать и жесткость закрепить так что она не разъезжалась вот я сейчас разбираю ее и тяжело короче все это разбирается на самом деле потому что все очень-очень взаимосвязано собственно почему использовал вот эту шестерню очень удобно на такую деталь было садить хотя можно было использовать и 24 зубы ой 20 зубы обычно и тут начинается прямо у меня самый самый такой вот смак какие-то детали я даже отцепить не могу настолько у меня крепкий получился жаль не вся модель такая крепкая поэтому этот мост вообще не щелкал ничего с ним такого не происходило сниму приводной вал и дальше не доберусь о добрался наконец а ведь здесь какую пришлось конструкцию делать а из полу лифтармов то есть она в эту часть связать как нас рычаги домика не складывались можем это сейчас уберем привод он оказался очень-очень крепким я думал что вставить кута рамку прочее но здесь не нужна никакая рамка рамка это не панацея отцепляем эту штуку и смотрите там просто балка г-образно на него закреплена такая деталь теринка у которой понять не будет который отверстие в разные стороны угла передачи восточные прощелки шестеренки будут давить разные стороны эта балка будет закреплять ее цепляем бисквит бисквит опять-таки образует крепкую передачу с приводной шестеренкой очень прочно и наша блокировка на блокировку на самом нагрузок особо никаких нету нужно просто было закрепить и закрепить в ней этот тут ограничитель берем такую деталь видите она эта деталь уже выполняет роль ограничителя кстати можно использовать окрочитель на 180 градусов но вот здесь мне нужно было видите что она ровно на 90 поворачивалась и передний мост он такой ширины как задний вот сам проблема была в том что это вся конструкция как бы висит в воздухе перейдем к заднему мосту его уже вытащить должно проще наверно это был привод переключателя мотора переключателя как видите тут тоже карданная передача это минус конечно все эти карданной передачи они нас так надежны как ровная шестеренка и задний мост тоже мы сейчас его обеспылим по конструкции вот очень похож на передний только без рулевой рейки это на самом деле очень очень упростила его сборку он гораздо гораздо проще и раз уж том мосту не получилось здесь я сделал клиренс видите получается вот на свой колеса и клиренс на мосту он все у нас тут ниже а на переднем мосту он на 2 студа его оригинальной модели задний мост он самый очень низкий он будет этим местом визит он везде принципе цеплялся им то есть здесь он как бы сделан так но единственный минус что вся грязюка она сюда попадает здесь можно подробно разглядеть редуктор вот нас 30 28 зубы шестерня 12 зубы шестерня ведь вот вал блокировки 90 градусов он поворачивается и он блокируется все таки наверное нужно было мосты сделать что больше и вот этот привод на блокировку сделать здесь внутри него это понижение это вот в два раза чтобы у нас этот вал поворачивался на 180 градусов да здесь пусть будет 90 вот это надо было сделать на 180 потому что тогда бы смог использовать ту коробку которая вот использовал то инструкция в описании есть и тогда при наклоне модели тоже есть некоторый минус к модель наклоняется например так вот видите у нас валта на месте будет оставаться но модель будет наклоняться и хотя тут блокировка вот сейчас мы включим видите как бы модель допустим наклоняется и ну если наклониться конечно на 45 игрока игрался в блокировка выскочит но все равно вот этот механизм он уже чуть-чуть ослабевает здесь конечно блокировка может вылететь или зубцы там могут слизаться из-за нестачного зацепления ну что-то больше об этом мосту я бы сядь не хочу да и нет смысла более простая система с этим ограничителем она сбоку влезла там мост крепче ну это как бы логично на задний мост нагрузка больше машине больше толкается и перейдем шести теперь мы узнать то есть было итак этот рулевой мотор собственно повышающий редуктор он был вот сюда вниз и отсюда вал шел к рулевому к рулевой рейке работала принципе неплохо то есть мотор поворачивался на 180 градусов еще повышалась и вал там крутился очень быстро нагрузка на него была маленькая позиционирование колес вообще было все супер а это шестеренка этот вал приводной для переключения передач вот она сейчас у меня эта передача хорошо работает и я постараюсь вам показать как в оригинале переключалось все м кай то есть мы крутим ее защитная муфта срабатывает все нормально еще немножко разбираем модель какие-то элементы дизайна тоже оставил так почти все которые были центральный дифференциал он тоже остался и это еще одна моя ошибка на самом деле я переоценил свои силы центральный дифференциал конечно нужно было убрать он ну в реальной машине да он нужен а вот в лего модели я считаю он не совсем необходим мотора две эльки был по бокам то сначала я использую к цели но подумал что если у кого есть набор вы захотел проапгрейдить у вас будут скорее 2 эльки их расставить excel и мне кажется в этом для этой цели были лучше и так вот этот вал который крутит у нас мотор переключения он отвечает одновременно у меня за переключение передачи с повышенной на пониженную и при этом а блокирует дифференциал то есть у нас вот есть сейчас пониженной передачи видите здесь была еще одна то дна возможно многие найдем добавлю пониженной передачи то есть у нас идет зацепление от моторов он идет сюда 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 а вот этот вал это вал пониженной передачи и от него сейчас идет момент то есть он идет сюда на эту шестеренку дифференциал у нас никак не работает он просто отключен сейчас но как бы он вот заблокирован а когда мы делаем вот так об видите эти пониженной передачи размыкается блокировка дифференциала тоже размыкается и у нас вот этот шестерня 24 зубая он это привод уже повышенной передачи он уже крутит дифференциал то есть дифференциал у нас является передаточной передаточной шестерней только в случае повышенной передачи пожалуйста дифференциал при этом сблокируется работает блокируем и где даже наверно сейчас смогу вам это включить вас нас остался один мотор . вытащим и вообще наверное мы добавим некоторую индикацию скорости вращения конь вот например не очень хорошая вот у нас будет индикатором вращения пожалуйста с пониженной передачи не забывайте что у нас там еще идет понижение с помощью планетарной передачи и вот видите в чем оказалась моя проблема это переключатель он не работает в момент когда вот так мы сделаем чтобы удобнее было крутить видите вот тоже самое у произошло на соревнованиях то есть передачи они не переключались а вот разблокировалась наконец включаем снова теперь повышенная обратите внимание насколько быстро крутится пониженная пониженная повышенная а вот от этого же вала вот он по центру то есть это шестеренкой шли карданы к переднему мосту и к заднему мосту то есть вся коробка задумана так чтобы при повороте на 90 градусов вас включалась передача поэтому здесь пришлось он она вторая муфта включения повышенной передачи коробка из этого ну не сказать что она прям уж очень огромная но тот вариант который предлагает инструкции которые я буду использовать некоторых моделях уже двух использовал его он каш компактнее и еще минус это огромное количество данных валов не нужно было дифференциал делать она работает но видите здесь блокировки пришлось как-то ограничитель хода делать очень очень хитро эти люфты накапливаются какие-то в некоторых местах и коробка заблокировалась так что просто мотор и не мог провернуть ни в какую сторону видимо он сейчас ограничить этот вал скачал с ограничителя и провернулся но в целом да вот видите все сейчас все работает как надо но как говорится нужно проверять несколько раз а не один как я это сделал дома и понадеялся то что все будет работать на сап факту она не очень хорошо работала но по дому я вам гарантирую что ездила хорошо сожалению этого не снял вот на повышенной передачи единственное это подходит только для гладкого пола или прям совсем хороших покрытий потому что или моторы очень большой ток потребляет нужно было здесь сделать не повышение 20 12 сделать прямую передачу так было бы лучше то есть на пониженной он едет как z 1 такой же скоростью то есть и проходимость выше из-за того что у нас заблокирован еще и передний дифференциал на повышенной он едет ну не как 42 0 99 чуть помедленнее но тем не менее достаточно бодринг вот это первая модель а теперь вторая модель которая была вот который притащил тоже соревнование как видите по куче деталями скорбит стоит увлекательнейше занятия по их раскладыванию и вторая модель это ford бронка ultra 4 бронки насчет типа того модель уже которая нормально себя привела нормально показала чуть пойдемся по дизайну колесики использовал вот такие вот и по 94 миллиметра aliexpress не очень меня не понравились потому что 1 дефект пост нет куска резина то есть нету сплошная дыра протектора сейчас я вам а ну вот он его найду то есть на самом деле сама резина она достаточно тоненькая и вот есть начать отрывать эти вот ламели а дальше будут разрываться это одно оторвал и поперла то есть короче качество конечно ну я узнал то очень поздно потом это не оправал они таки пришли резина как бы сидит ну хорошо в принципе но не сказать что она прямо без нее вы не проживете я считаю что она если прямо очень надо купите но другой стороны косарь вот модель здесь также есть двухступенчатая коробка передач но при этом уже некий блокировок нет уже все заблокировано до нас как говорится как у оригинала спереди независимая подвеска на таких вот очень длинных рычагах они для того чтобы ходы подвески были максимально большими я разместил рычаги максимально близко к друг другу портальный редуктор все как положено сзади тоже как у настоящего мост на четырех продольных тягах вот он единственно есть у меня есть такой push-rot подвеска оригинал там есть длинный амортизатор но я не стал использовать длинный амортизатор я использовал push-rot а на самом деле очень неплохо сработало ну сзади их видите просто обычный такой вот редуктор спереди к стампам точно такой же позже покажу клиренсу модели ну нормально как бы я старался попасть в оригинал том числе по цветам единственное только потом мне стас ревен заметил что у меня не сужается кузов а он должен ее видос ссылку на видос я оставлю в описании там посмотрите он тоже принимал участие в первом варианте заезда так давайте снимем наверно и весь дизиган не забыл про внешний вид то чем я горжусь у настоящего от кого а написано бронка тип и такая стадиодная оптика весьма тоже стадиодная оптика и купе не видеть буква о тип этот красненький круглый плейт остальное тип такие металлик от сайт на на как у настоящего мне кажется очень получилось похоже интересно и клево горжусь собой не знаю как это крышу закреплял но варварским методом я ее откреплю лампочки такие же как пф и эти помню также на как дома них писал пост то есть вот выглядят мне кажется очень клюк очень круто они час помню дорого сточит рублей 500 даже сейчас на кстати про за трасс он до сих пор продается у нас относительно адекватных снипом там 17 или 18 в принципе я считаю что текущей ситуации это прямо лучшая покупка из наборов дорого но как бы там и содержание заслуживает ну или можете поискать душечку на авито хоть единственная модель моя на пуизе что-то как-то у меня в этом году плохо с постройкой моделей не успеваю я вот но бувис принципе появился хорошо он в режиме сервером работает с родным приложением неплохо единственно в одном приложении полно и не знаю если сейчас или нет значит нас давно не заряжал его едим два баги мотора правда он плохо тянет то есть если они прямо в быстром режиме стоят то есть на повышенной передаче и в горочку начинаем ехать бувис уходит защиту то есть натяг он долго не может их питать все-таки он баги мотора не тянет но учитывая что он есть шесть выходов в нем он компактный все-таки я соглашусь что это вот такого ли вы должны выпускать вроде как его уже поддерживает control брик-контроллер брик-контроллер его поддерживает пожалуйста если он пригревается он ход режим защиты все загорается красным пока вы не подрубите к нему провод питания то есть он не сбросится но это всяк лучше чем у прошлой версии второй который пока он не сядет он не сбросится из-за зависания вот так вот собственно как ездит модель вы можете посмотреть в видосе которые ссылку на него оставлю в описании или наверное она я думаю на час и вскакивать в правом углу а также в этой модели у меня была лебедка впервые я делал впервые в модели с лебедкой не пригодился лебедка бенем тупо не проехал тут был поставим мотор мне он сейчас нужен был и вот лебедка пожалуйста на просто там крутится накручивается лебедка что же пригодится для другой моего модели и мотор для лебедки подходит идеально вы понижение три раза или там чуть чуть больше идеально то есть она достаточно быстро и она при этом она очень тяговитая элька там как бы тем более будет еще более тяговитая а теперь о минусах родных баги моторов тут выпирающий разъем очень-очень мешает мне панели в натяг стояли есть и сталь бабу виз мотора или китайские моторы вот плюс китайских моторов то что провод бы просто сбоку торчал они вот так ну и как переходники не нужны рулевой мотор вот он находится здесь он крутит 12 зуба шестереночку потом 20 зубов этот вот сквозную очень оказались полезными и дальше просто вал идет прямо просто мотор как бы я сделал их симметрично но так вышло вот этот редуктор на самом деле на удивление не добавил никаких проблем все оказалось достаточно крепко а бувиз его родном приложении отлично центрует серву то есть он там нажали вот калибровку она прошла все без всяких вот приколов то есть серву как ну как серву работает хорошо единственное не забывайте что у вас идет 11 вольт на мотор из 1 1 крутит он дай боже шестеренки ломает очень легко на самом деле и оси скручивает в приложении есть можно задать график мощности немножко снизить потому что вот этот мотор меня переключает коробку вот она коробка не знаю у меня получится сейчас его покрутить как-нибудь хоть эти вот стяжки уберем отсюда мотор крутит через карданы вот эту вот просто напрямую то есть нет никаких защитных функций ничего такого первая же автокалибровка кардан выскакивает то есть крестовина разлетается в дребезги просто в щепки то есть кардан его даже склеить не получилось здесь принцип коробки немножечко другой то есть вот у нас есть два вала один это повышенная точнее 2 вала это раз подождите буду вспоминать а да да два вала это просто приводные они абсолютно с не на к скоростью крутится здесь у нас или повышенная или пониженная то есть видите муфты переключать в никуда если она переключается сюда здесь получается то это повышенная вот то есть нас 20 12 и дальше тут тут переднему угловому редуктору и вот заднему и пониженная передача если мы включим с то есть вот мы включили и заблокировалась это вот красная шестеренка здесь никого понижения дали понижение 8 12 то есть ну есть разница она нормальная то есть разница получается такая же как собственно в модели на которых я вот скидываю инструкцию описания от человека тоже принимал часть извини я забыл как зовут но эта коробка у меня она кстати даже на самом деле компактнее даже получилось чем его коробка но послушайте на самом деле она не такая плохая по куче деталей вы понимаете что тут вечером у меня будет томный покажу немного про на передний мост передний мост принц переднюю подвеску уберем как она устроена система давно отработана использую в чистых моделей она всегда работа очень хорошо там где мы хотим сделать максимально длинные рычаги и сделать при этом передний привод выбрать мы просто используем угловую передачу вот такого типа видите да там две 12 зубы шестеренки и ось на 3 пожалуйста вам два карданчика рекомендую вот использовать на самом деле длинные валы с скольжением когда подвеска двигаться вроде бы все ну как бы примерно должно быть нормально но люфты там все равно какие-то и на преднатяге есть из-за этого теряется крутящий момент если мы используем скользящую передачу и четко ничего не выскакивает ничего не происходит на самом деле ну есть конечно в таком редукторе потери он не самый наверно в этом плане практичный но компактно поэтому пользуйтесь такому своем porsche я его использую работает хорошо и вот эта коробка ударе коробка на самом деле я могу даже гордиться сейчас я разобрал ее я понял видите как она маленькая похоже на какой-то кораблик вот ее можно использовать с разными моторами я использовал ее баги моторами поэтому выход вход в центре принц можно использовать 2l мотора например и вот так вот напрямую их сюда посадить единственное вам нужно эту связь оставить потому что эти полы они начинают каждый работать в своем режиме и так переключалка у нас работает точно так же как и там здесь вот смотрите снизу это ограничитель ее хода можно в другом месте положительных максимально это удобно сделать она компактная тренинг стильнее не очень много а здесь же у нас стоит красный пин на шестеренках который добавляет фрикционное действие передача у вас не выскочила процессе потому что когда вот эти вот штуки крутятся они крутят оранжевую эту вот переключалку и передача может вывну выскочить поэтому тренинг все нужно оставлять не конец оставлять эти коробки на свободном падении или с мотор будет крутиться у него есть такой эффект как отскока то есть он дошел до своего предела там видимо накопился крутящий момент в различных местах в осях во всех и он как пужина обратно выстреливает и мотор обратно выскакивает то есть это вот часть 3 не обязательно нужно и так вот наш приводной вал единственно всю эту коробку нужно вокруг в какую-то рамку собирать хорошему ну или вот такую же штуку с другой стороны добавлять вот нас 1 вал сейчас у нас повышенная передача то есть у нас от моторов сквозь синюю передачу идет момент вращения вот сюда там сюда и вот сюда то есть вот этот вал центральный у нас является выходным для полноприводных моделей это может вам подойти переключаем передачу теперь у нас пониженная то есть момент берется от этой вот красной шестерни это вот она вращается в холостую смотрим вниз моменты этот сюда 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 и снова центральный вал в этой коробке единственный момент есть минус что выйти когда мы крутим сейчас все у нас вот эту скорость вращения вот это вот вала внутри синего она большая но не относительно не настолько но когда мы переключаем у нас это вот теремка этом валу уже крутится очень сильно быстрее чем сам вал и вот это вот уже большой минус есть много трения выходит но если все это закрепить в какую-то жесткую рамку вот не как здесь у меня и это был за какими-то балками это не очень хорошо лучше этого или в рамку поместить благо у нас вот в такую наверное хотя нет пожалуйста вот такую можно рамку поместить в 2 бутербродиком все пожалуйста как бы я думаю примерно вы поняли здесь этот передач есть отвал он на половинку видите входит то есть здесь тоже на половинку можно использовать например ось на пять с половиной часто вам может не хватать длины какой-то там пина закрепления используйте половинку этого хватает чтобы ось там не вылетала не болтался ничего не происходило очень такая коробка такие были модели видео на все ссылки как и от которых помимо не все описание стараюсь добавить процесс монтажа и всех выбежу себя почему не показывать модели потому что просто нет времени и в принципе на эту модель который последний разобрал вы можете посмотреть назад рассмотреть там особо не на что потому что он по визуально точно такой же как и набор вот очень-очень тепло похоже единственное с дополнениями с кем-то улучшениями и и не смог записать его езду но тут вам просто смотреть на слово это был скорее больше для меня опыт сборки а потому что я собираю вот подписан в контакт telegram видели что сейчас собирают два грузовика и вот этот опыт с постройки этим за трассом он был безумно полезен и очень-очень мне помог поэтому не забывайте что самое главное это не готовая модель а вот вам опыт сборки он самый-самый интересный и самый клевый на этом все всего хорошего всем пока